Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Театр наизнанку» и я ее ведущая Каэли. Сегодня у меня в гостях актеры Театра Луны Алексей Лосихин и Владислава Ронин. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, наверное, начнем с самого банального вопроса. Как каждый из вас сделал выбор в пользу актерской профессии? Угу, верно, вот. В пользу актерской профессии. Это с самого начала, наверное, была такая история. Ну, вот помню, я родился, да. Помню, только в роддоме. Доктор принимает и кушает. Нет, на самом деле, все. Был лет, наверное, шести, когда я в школу пошел, и первый раз меня на сцену на огонь мутренький выпустили в роли волка. Я такой был злой, страшный, серый волк. Просятов знают толк. Мне первый раз дали микрофон. Я читал такие стихи, которые прям первую свою роль я провалил. Провалил напрочь. Я должен был сказать, говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет. Здесь я забыл. Хорошо рядом стоял товарищ, он сказал, все всегда сбывается. И я такой, все всегда сбывается. И все, и вот тогда позоренный, я ушел с отцом, потом я решил, что надо учиться. Просто так не получится. Все, моя очередь. Ну, значит, дело было так. Когда-то я был очень маленьким. Не смотрите на меня. Сейчас не подумают ничего плохого. Вот я был очень маленьким. Мы играли с детишками на улице в какие-то дурацкие игры. И я почему-то всегда считал, что я буду певцом. Не знаю почему. Вот всегда считал, что я буду певцом. И где-то класс, так, в седьмом-восьмом, это есть на нашем сайте, кстати, информация, что вот по истории. Вот я, значит, класс в седьмом-восьмом вдруг узнал совершенно случайно, что оказывается есть специальные вузы, которые учат на актеров. Я думаю, нифига себе, я думал, они сами как-то появляются там, откуда, непонятно. Ну, вот, серьезно, я вот реально так и думал со своей жизнью. И я, значит, узнаю об этом, и я, естественно, начинаю узнавать, а как же туда поступить, а что же нужно сделать для этого. Мне рассказали, что нужно выучить басню, прозу, там еще что-то. Вот. И я, значит, естественно, ничего не выучил. Договорился с одним товарищем, что я буду ходить к нему в кружок, в драм-кружок. Кстати, первый спектакль я тоже провалил. Все нормально, репетировали отлично, меня ужасно хвалили, говорят, ты такой молодец, вообще классно, классно, не знаю почему. То ли я такой талантливый, то ли потому, что я один был в труппе, все эти девчонки были, и один был парень. У нас спектакль был там, семь девчонок, и я один. Малиньки. Малиньки, да. И вот, значит, это премьера спектакля, там мама, папа, все родственники, все сидят в какой-то школе, там, на сцене, значит, премьера спектакля, мы играем. И я такой думаю, все, мне пора выходить на сцену. Я выпираюсь на сцену, и получается, что я вышел вообще не в той сцене, девчонки там сидят, до меня еще далеко-далеко, и тут я выперся такой. И понимаю, что я куда-то не туда попал, что я здесь не то делаю, блин, как разруливать ситуацию, опыта было мало. Ну, в общем, ладно, спасался. А ты в стиле, что ты не знаешь, ты историк. В девятом классе было. В девятом классе? Ну, вообще, в драм-кружке это все же. Ты уже взрослый человек, да? Да. Если я в восьмом классе только узнал, что вузы существуют, которые артисты готовят. Я раз в вошел, ты стоишь. Ну, вот, видишь, есть что-то приятное даже вот в этом. Переходим к следующему вопросу. Если бы не получилось с актерской профессией, кем вы могли стать? Я военный был, потому что моя матушка говорит, ты что, у тебя дед военный, ты должен обязательно, у тебя вон встать какая-то, тебе надо в форме ходить, а ты на пенсию в 40 лет, это же вообще жесть просто какая-то. А с кем-то договорилась, пошла, там уже какой-то майор звонит, значит, звонит, уже говорит, Владислав Вячеславович, я говорю, да. Ну что, будем поступать-то в военное училище? Я говорю, какое военное училище? Матушка твоя документы подала, что ты? Все, говорит, у меня вот твоя папка на столе, сейчас я подписываю, и все, и ты уже поступил. Тебе даже сдавать ничего не надо. Ну, матушка там договорилась, у меня связи были. Вот, я говорю, это что за фигня такая, почему? Я говорю, я не буду, нет, все, я актером буду. Он, ну, смотри, как хочешь. А матушка пришла, скандал был страшенный. Она, как ты, мол, всю свою жизнь загубил, дятюшками будешь прыгать. Ничего, довольна сейчас, потому что дятюшками прыгать. Ну, я, наверное, если бы я не был актером, я бы, наверное, никем больше не стал. Я не вижу себя в другой какой-то профессии, нет даже. Не могу предположить, что я там кладу кирпич на какой-нибудь стройке, или там, не знаю. Честно говоря, кирпич, может, по которому бы был. Нет, или, может быть, сижу там в каком банке, там, управляющем, нет, вообще не предполагаю даже себе в этой роли. Ну, как бы, для меня один путь был, он остался и остается, и абсолютно не устраивает. Даша, а как ты попал мой кастинг Ромео Джилеты? Кастинг Ромео Джилеты? О, это великолепная история. Не, на самом деле, действительно великолепная. Ну, как бы, я всегда хотел работать в Ноттердаме. Ну, вернее, не всегда, как бы, когда кастинг Ноттердам шел, я как-то учился в это время. Вот, и так, чтобы я рвался, туда, как бы, участвовать не было такого. А когда я сходил на Лешку Секирину, посмотрел, мне очень понравился мюзикл, мне захотелось в нем работать. Вот, я попробовал в Ноттердам, как бы, устроиться, но там уже так получилось, что Ноттердам закрывался уже через две недели. И потом сказали, что будет кастинг на Ромео Джилеты, там ты возьмешь свое. Ну, вот, собственно говоря, попал на кастинг, попал в мюзикл. А, Влад, ты не ходил на кастинг? Ходил. Ну, у меня вообще забавная история получилась там тоже на кастинг. Я пришел, мне говорят, не помню, кто там сидел, как режиссер-то, Белов, Белов, Белов. Он говорит, все, говорит, хорошо, ну ты понимаешь, у тебя тембр такой, тебе вот надо на Ромео. Он говорит, ну, у тебя фактура такая, что ты вообще, ну, просто не влезешь там в этих декораций. Ты говорит, давай худей. Ну, вот Леша знает, что для меня стоит похудеть. Я говорю, ну, ладно, я похудею. Значит, прихожу там через какое-то время довольно-таки коротко. Он говорит, я же тебе сказал похудеть килограмм на восемь. Я говорю, ну, что-то у меня не получилось. Видимо, это все-таки мышцы. Он говорит, ну, блин, знаешь, ну, попробуем что-нибудь там сделать, придумать. Ну, в общем, что-то как-то не получилось. Видимо, надо было себя пересилить, а я так подумал, кушать приятнее. Ну, в моем кастинге, как бы, ну, на самом деле, понятно, что, как бы, понятно, что мои возможности, мои способности, да. Ну, как бы, львиную долю, конечно, участия в рамео-жилете нужно отдать Наталье Трехлеб. Она гениальный, просто педагог, который очень-очень помогает. И меня она просто научила петь. Да, я это не умел. Ну, как, ну, если это можно было назвать пением, я думаю, вряд ли. Это все было так, на выброс. А как ты работал на добрый за Меркуцио? Использовал книгу, фильмы? Ну, Шекспира я до этого читал, Рамео-жилет, ну, как бы, я почти наизусть его знал. Вот, мюзикл тоже я, мы ставили его в институте, пробовали. Я, опять же, пел Меркуцио, то есть, в принципе, роль была уже размята. И, ну, французы, конечно, с ними работать очень интересно. Они такие тонкости находят в роли. Вот, конечно, французы, они очень много научили общение с образом, что-то новое для себя открыл. Оказывается, Шекспир имел в виду то-то, то-то. То есть, такие тонкости. Сложно было, сложно. И, как бы, ну, в конце концов, получилось то, что получалось. Не скучаешь сейчас по проекту? Скучаю, конечно. Каждый актер скучает по своим ролям. Хорошим, которые получились, которые принесли какую-то популярность, известность, ступеньку развития. А с бывшими коллегами сохранил дружеские отношения, общаешься? К сожалению, мало мы общаемся. Ну, если встречаемся на каких-то тусок, да, конечно, да. Влад, вопрос к тебе. Как ты попал к сайтеру Стаса Намина в спектакль «Изус ростовский звезда»? Кто знает, с Белярским мы ходили вдвоем. Знаете, Андрей Белярский тоже в раной жюриете. Он принимал участие в Нотр-Даме, Кузимон пел. Что-то мы с Белярским как-то ходили-ходили по Москве туда-сюда Денеги были, зарабатывали Но хотелось, конечно, что-то уже такого, как бы творчества И у меня уже было полгода, считай, перерыв Вообще в театральном искусстве Полгода я уже ни в этом театре не состоял И тут так получается, что мы решили Говорю, Белярский, а давай сходим куда-нибудь сейчас и покажемся в какой-нибудь театр Он говорит, Владюха, давай И мы, естественно, мысль посетила, как всегда, вовремя, знаешь Когда все театры закрыты, сезон закрылся, лето, никуда не сунешься Мы, значит, в один театр приехали, нет никого, даже в актеров просто закрыт В другой какой-то, ну мы музыкальные прям взяли по афише Все музыкальные театры, вот, и ездили И сезон везде закрыт, 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 закрыт Отправляют на осень, на осень, на осень, на осень Ну что-то ходили-ходили, ну давай еще в один сходим Ну давай, что в театр-то? Да Стас и нами Какого нами? Да Стас, какой театр? Говорит, вроде ничего Ну пойду в театр, Стас и нами, какая разница Пришли в театр, Стас и нами Там, значит, почему-то все были на месте, не знаю почему Собрали какой-то консилиум, говорит, ну спойте нам Мы говорим, о чем спеть-то? Ну ничего хотите, спойте Мы что-то спели там Они говорят, отлично, значит, мы вас с сентября берем в труппу Ну все отлично, подписываем контракт, значит, нам сразу там актерские ставки и вокальные ставки Мы не стоим сюда, ничего себе пришли показаться в театр Мы вообще-то пришли просто так узнать, что тут у вас, вообще интересно, неинтересно Ну вот так вот и попал, как-то так Все, все просто В театре Стас и нами спектакль исполняется на языке оригинала Не сложно было петь на английском, при этом еще играть? Да нет, конечно, на английском вообще петь проще Потому что там язык, он настолько по гласным и согласным звукам приспособлен именно к позиции вокальной Поэтому даже прикольно Единственное, что, конечно, учить как-то лень Но это я опять на своего коня, да, на лень, на свою силу, так что ничего страшного А как вообще складываются отношения с иностранными языками? Нет, неплохо, ну почему? Курс школьной программы, советский язык, the table, нормально, нормально На самом деле, вокалисту им гораздо проще, потому что такое простое восприятие, когда у тебя слух неплохой, то ты просто на слух воспроизводишь какие-то фразы И иногда зачастую даже перевода не знаешь, а говоришь, тебе люди подходят, говорят, такое произношение замечательное Я говорю, да, неизвестно Ну вот, ну просто за счет слуха Здесь такая Криса Гилета Дробышева Однажды мы, когда работали над диском, постоянно что-то там, постоянно морочились, что-то делали, постоянно записывали какие-то новые композиции Вот, и в машине я постоянно все это слушал Отслушивал, где какие там недостатки, где что, чтобы потом с Алексеем в очередной раз попытаться это исправить Вот, и как-то в машине попался мне диск с оборами, то, что мы спели на два голоса Послушал, а она, у нее и мама там какой-то педагог по-французскому Она сама на французском шарит, во Францию летает, свободно общается Она говорит, у вас такое потрясающее произношение Я даже не знаю, в чем мы там поем От другого произношения Она помогала в мюзике Роман и Джульетта, когда мы записывали альбом Она помогала нам с языком Да, да, да Переводчик был, наверное Круто, круто Вот, играя у Стаса Намина, ходил в театр Моссовет, смотрел спектакль? Нет, я до сих пор не видел К своему, может быть, стыду, может быть, удовольствие Самое смешное, что он был на кастинге в Моссовет, он показывался на Иисуса Да, я ходил, я показался на Иисуса Недопоказался, опять же, на своего коня вскочил Ну, в общем, я пришел один раз перед спектаклем Там какой-то шухер, они говорят, ну давай быстренько спой А то нам совсем сейчас некогда, значит, там пыры-пыры-пыры-пыры-пыры Я говорю, ну давайте Я что-то, значит, там спел, все отлично Что меня поразило? У меня муниципальный руководитель, не помню, Казамурский Он, значит, говорит Музыкальный руководитель Чевский Чевский И он мне говорит, знаешь Ты должен исполнять это Как будто, то есть он начинает вот сразу копаться В каких-то актерских мелочах Там еще в чем-то Я говорю, я понимаю, да, конечно, это все дорабатывается Я же не знаю, я не видел Я же не знаю, про что они там играют Вот, я говорю, да, конечно Я понимаю, что здесь я с Ауста Цинамина Прочи играли? Да, про счет играли тоже нормально Не помню Ну так вот, тема такая Что самое забавное Он говорит, ну давайте, нам надо еще раз встретиться Чтобы мы поняли друг друга Более уже так плотно Пообщались там, поработали вместе Тогда посмотрим Ну я не поехал второй раз Споленелся Ну да А когда пришел к Проханову в Театр Луны Тоже на прослушивание и спел Оре Иисуса Я тут и такая история тоже получилась У меня наступили трудные времена Финансовые Вот Я к Лехе Леха, что-нибудь где-нибудь, как там Надильная работа Леха говорит, пойдем я тебя устрою Мюзикл Детский Я говорю, пойдем Пришли Он меня познакомил с Адамовым Мюзикл там что-то закрылся уже Через какое-то время Короткое, очень короткое время Я даже не успел выучить текст И ничего получить на руки Вот Ну Адамов говорит, давай я тебя в Луну покажу Я говорю, ну давай, покажи мне в Луну Вот И мы репетировали Перед показом Борисовича Борисович, значит, что-то где-то там видимо проходил мимо Заглядывает, такой смотрит Он говорит, Воронин Я говорю, да Воронин, пойдем в кабинет Адамов, подождите, мы же вам сейчас вот подготовили показ Мы вам сейчас споем это, это Говорит, я все слышал Давай, пойдем Пойдем, пообщаемся быстренько И все Даю расшифровку, значит, Адамов Это Михаил Иванович Адамов Наш музыкальный руководитель театра Борисович, это Сергей Борисович Проханов Ну, расшифровка Художественный руководитель театра Вот, наверное, Проханов Все, что Майковский здесь стоит Проханов услышал о Реисусе Спонял, что он ставил спектакли на совете Ну да, наверное Так, у нас есть вопросы в чате Ребята, назовите пять качеств, которые вы цените друг в друге больше всего Давай, Лёх, начнем с тебя А я тогда ловерды Ну, я скажу, наверное, одно очень важное качество Лень Мы друг в друге очень ценим Да, вот так Нет, ну, если серьезно быть, конечно, талант колоссальный Потрясающие голоса Умение дружить Умение не передавать Очень много можно сказать Пять качеств Ну, лень Талант Талант Дружбу Умение работать и умение отдыхать Умение работать и умение отдыхать Это самые два главных качества Потому что как бы мы не отдыхали, мы всегда работаем И как бы мы не работали, мы всегда отдыхаем Вот это да Помните ли вы свое первое выступление? Какое? В двоем? В смысле, да? Это было страшно А, да, это было даже О, нам даже денег заплатили Первое выступление было не вдвоем Так что со мной Сейчас мы какую-нибудь музыку поставим Сейчас мы ответим на вопрос Музыку поставим Я пойду пока водички попью Первое выступление было не вдвоем, а втроем Мы начинали вот так вот петь с Андрюшкой Белявским Вот И у нас был такой концертик на 45 минут В клубе такой анфилады Не знаю, существует он сейчас или нет Существует Вот Там наши друзья нам помогли сделать Организовать это выступление Собрались опять же наши друзья Это было, ну конечно так Первый-первый концерт Так неожиданно Еще неизвестно сможешь ли ты подряд там Отпеть там 4 песни подряд Ну сначала конечно В дрожь бросал просто Мы туда постоянно приезжали репетировать Несколько раз Постоянно были недовольны звуком То этим, то тем Конечно просто от волнения Потому что первый раз вот так вот на зрителей И народ придет там все Ну да, совершенно Было трудно морально Вот, ну тогда послушаем Ну сначала мы расскажем наверное Ну вот я сейчас На какую камеру какая работает Вот эта Обе Ничего не видно Вот так вот, я показываю Это наш новый альбомчик Мы сегодня про него расскажем вам кое-чего Вот И хотим наверное из этого альбома Он такой в новом стиле получился Для нас как бы Мы вроде поем все Такие все себе музыкловые А здесь мы Ну на самом деле Как бы во злобу дня сделали Альбомы в стиле Это хорошая попса Хороший поп Чуть отдающий R&B Интеллектуальный Действительно Мы снова возвращаемся в студию живого радио Так Ну пока Леш В чате был вопрос к тебе А, давайте расскажем Здравствуйте, Алексей Расскажите пожалуйста О своем герое Фаусте Кто это? Здравствуйте Герой Фаусте Это актер Исполняющий роль Мефистофеля Ну на самом деле Я его играю Стараюсь Играть человека Который Ну стараюсь играть Комедианта Который Играет Зарабатывает деньги Ну как бы Ездит по стране Английский комедиант И его Влад пришел Уже эфир идет А вы уже начали? Да 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 И этот человек Играет по стране И Вдруг неожиданно Приходит Какой-то еще один человек Который предлагает денег Для того Чтобы сыграли Какую-то особенную историю Да? Играет в принципе Мальчишку Актера Ну наверное себя В студенческие годы Я так бы определил То есть Мальчишка Актер который играл Играл в игры Да? А потом оказалось что игры Они на самом деле очень реальные И некоторые игры Они Они приводят Какая-то Развязка Очень трагическая Собственно говоря Ну там много Много разных Красок Ну как бы вот Суть наверное в этом То есть я наверное Играю себя В студенческие годы Как если бы Меня заставили скажем Поучаствовать В убийстве человека Вот так вот И тогда Расскажи сразу Про свою голову и герою А ты вообще Честно спектакль не смотрел Какой? Ты не смотрел этот спектакль Какой? Фауст Я видел этот спектакль Мой Фауст Мой Фауст Я видел его Ну суть в этом Все понял Наехал Про демона А демона Ой это моя очень любимая роль Вот на сегодняшний момент То что я играю из сегодняшних спектаклей Это моя самая любимая роль Я всех приглашаю 3 июня Это все будет Тысяча раз состоится У меня был большой перерыв Но я считаю что Вот в этой роли Режиссер Саша Смоляков Он разрешил мне просто вот сыграть Как я чувствую То есть он в принципе Мне не показывал Не указывал как что делать То есть я играл Ну вот как я чувствую На сегодняшний момент демона Ну там Очень большая палитра красок И рассказать Сложно так в двух словах Это нужно прийти на спектакль Посмотреть Я играю человека обреченного Обреченного Который Ну вот представьте Человек обречен Каждый день Проживать Один и тот же замок Одна и та же любовь Неразрешенная любовь И так жить В течении вечности 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 это огромное Кромежуток Это огромное расстояние И он так живет В течении вечности Не способный Покинуть этот замок И в этом его трагедии В этом его обреченности Это был по поводу демона Актеры часто Рассказывают истории Смешных ситуаций Смешных ситуаций Уникающих во время спектакля Во время репетиции О, это клава Это клава Рассказывают Про чемодан Рассказывают Рассказывают Про чемодан С кирпичами О, это клава Наверное Некорректно будет Рассказывают Ну, хотя ладно В общем, история такая А когда мы учились У нас были дипломные спектакли И у нас одна девушка В спектакле Играли ути на охоту И там одна девушка Значит, она уходит от мужа И она такая вся из себя Значит, играет Она играет Что она уходит А у нее чемодан с вещами Да? И она вот постоянно На репетициях На спектаклях Она хватала этот чемодан Вот так Она с таким рвением Уходила от мужа Что просто жесть И этот чемодан Ну, совершенно не чувствуется Что в нем что-то лежит Но он реально пустой был Ну, 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 ну Что же это такое? Ну, почему же она не отыгрывает Что чемодан тяжелый с вещами? Мы решили на ней Несколько раз подшутить Первый раз мы на ней подшутили Это мы Вот эти вот монтировочные грузки Положили в чемодан Совершенно нереально был Неподъемный Вот И она такая Такая выходит Значит, все Я от тебя ухожу Ты там скотина Сволочь позорная Значит, она Хватит Вот Чемодан Да такси Донесешь сам И пошла Мы усырались Ой Мы так смеялись А второй раз мы ей туда пустых бутылок наложили Полный чемодан Она хватает Он же легкий, да? Она его хватает Поймется И там такой звон бутылок Что творилось в зале? Это невозможно описать Народ смеялся Все, кто на сцене находились У нас Есть такой прикол Когда если ты раскалываешься на сцене Нельзя же зрителю в лицо смеяться Поэтому Так вот Раскалываешься Сдерживаешь улыбку Отворачиваешься И вот так вот плечи начинают трястись Значит, беззвучный такой смех И на сцене все, кто присутствовал в этот момент Вот так развернулись И все стоят, смеют И это продолжалось несколько минут Люди не могли просто остановиться Вот из таких вот Забавных историй Бывали хуже Сейчас вы вместе играете А? А вот похуже Бывали хуже Бывали гораздо жестче Просто в эфире нельзя Рассказывать У вас все-таки Мы не группа Ленинград У вас радиоцензурная Хорошо Сейчас в Луне вы вместе играете В спектакле В мюзикле или романе Отличается ли Наш отечественный мюзикл От общепризнанных творений Французских и английских? Очень сильно Очень-очень Кардинально Очень в другую сторону Учитывая то, что мы все В меховых костюмах Да нет, на Ле Романе тоже Забавные истории Переключались На таран падал Очень смешно Когда я текст забыл Я просто Это весело очень было Я Это нормальная как бы история Да, я Повторил перед сценой текст Все Все прошел Все отрепетировали Отстроили микрофоны И бывает иногда Такой переключаешь Пап и все Текст из головы вылетает И ты не можешь вспомнить фразу И все Хоть убей Ну и что делаешь? Приходится выкручиваться Текст забыл Такой стоишь по микрофону Типа Он не работает А рот открываешь И на звуковиках все шишки падают Вот Юмор в принципе Просто Зато выкрутился Вот так У нас однажды была такая история На концерте Вдруг Алексей решил исполнить песню Боярский по-моему ее исполняет Да? Апыти игру в ногу Максиме Да И там значит первая Первая фраза в песне Я от страха себя отучал постепенно И Алексей говорит И теперь дамы и господа Мы для вас исполню такую песню Сейчас уже там урок зажигать будем Тирюпырь � хочу я у него все нормально у него все работает и он значит такой не понимаешь что происходит а заново трек ставит все отлично лёха такой и опять и опять то же самое у него вылетел целый куплет и он спел второй куплет потом третий куплет потом опять второй а в этот момент я бегал за кулисами и у всех спрашивал ребята никто не знает первый куплет этой песни я вот реально бегал и спрашивал какой песни я говорю а вот ну вот что боярский там поет никто не знает песню вышел допел там подпел кочев ну в общем забавная история ничего нечего выкрутились выкрутились да слава богу никто не заметил какие вы видите будущие медикла в россии сегодня потому что что то как то нету почему не хотят люди ставить серьезные хорошие проекты хотят либо уже проверенные вещи что точно соберет кассу либо какие то вещи которые по их мнению будут очень хороши вот в мюзикловом жанре на самом деле эти люди это же старое поколение они мыслят немножко не теми категориями не современными категориями а советского союза лейси песни там или еще что то я не умоляю ни в коем случае я сам люблю очень эти песни старые но другой вопрос что для нынешней молодежи для для создания какого-то шоу а мюзикл это шоу в любом случае нужно уже использовать какие то современные приемы насколько можно уже на тунца унца вот и есть хорошие проекты но их почему то не пропускают алексей тебе слово дают нет на самом деле я считаю это чуть более оптимистично ближе на это у нас же опера тоже долго не могла пережиться да тоже долго считали что опера это не русский жанр не российский вот но я считаю что должно пройти какое-то время люди должны забыть должно смениться поколение должно смениться поколение потому что к сожалению жанр мюзикл сейчас он пострадал из-за некачественных постановок из-за некачественных каких-то вложений в некачественные продукты и жалко жалко просто жалко что мюзикл жанр так подмыли на самом деле пройдет время все вернется плохая репутация просто плохая репутация всего лишь а в каком мюзикле хотелось бы сыграть тень тень на самом деле мы откроем секретность у нас есть свой собственный мюзикл который я написал либретто наш композитор Михаил Иванович Адамов он написал музыку потрясающую музыку потрясающие аранжировки вот но как бы всему свое время есть мюзикл есть уже даже какие-то варианты готовые спеты к сожалению нас вы наверно даже ничего и нет у меня есть пара песен по три формате в ноутбуке в ноутбуке ну это будет сейчас сложно ладно мы лучше сейчас поставим что-нибудь другого про мюзикл чуть попозже поговорим сейчас мы попробуем вытащить из ноутбука так мы снова возвращаемся в студию живого ради у нас довольно много вопросов в чате на что бы вы никогда не пошли ради достижения успеха в карьере ух ой намного бы не пошли столько столько нет ну во первых не легли бы точно не будем говорить ну каждый поймет в меру своей испорченности не развернулись бы точно не нагнулись бы точно ну и вообще очень много да вообще прогинаться как-то не очень хочется ну да нет ну на самом деле мы делаем все от нас зависящее делаем это сами все в нашей карьере зависело конкретно от нас от наших желаний от наших возможностей от нашего желания то есть это самое важное на наш взгляд то есть сегодня сложно но завтра это будет приносить большие деньги смотри-ка у меня есть так вопрос дальше ребята вы специально оделись один в белое и другой в черное прямо под цвет волос даже не договаривались я не знаю мы никогда не договариваться на что будем одеваться как как ли на самом деле театр поддерживает во первых физической формы Ну, конечно, какие-то упражнения дома, отжимания, подтягивания, танцы какие-то с балетом. Это же программа, и мы периодически к этой программе вносим новые номера, репетируем. Ну, опять же, актер должен всегда выглядеть перфект. Какие книги читаете? Книги? О, это я читаю книги. Я читаю всякую жвачку для мозгов. Я очень люблю читать фантастику какую-нибудь, совершенно не обременительную, потому что в жизни так много всякого нехорошего, так вот скажем, и очень много. Поэтому трудно приходится мозгам. Им нужно дать отдых. Как им дать отдых? Либо посмотреть какой-нибудь голливудский фильм, что, собственно, никогда не напрягает мозг, а просто сидишь и смотришь дятюшек там бегают, что-то разговаривают. Или почитать какую-нибудь не очень умную книгу. Но, кстати, что самое забавное, зачастую мне попадаются в последнее время, видимо, уже дефицит все-таки, наелись попсы всякие, даже в фантастике мне такие философские идеи попадаются иногда, что просто удивляешься, вот как человек умудрился просто в то, что прилетели инопланетяне, сделали то-то и это, изобрели какой-то магический меч, который может рубить всех на свете, или еще какую-нибудь ерунду, они умудряются туда впихнуть какую-то такую жизненную философию или еще какие-то интересные вещи. Это очень забавно. Я, ну, наверное, про мои настольные книги. Нет, я как раз в этом смысле по-другому чувствую. То есть для меня книга – это книга, для меня познание – это новое открытие. Сейчас моя настольная книга Владимира Семеновича Высоцкого. Стихи. Зачитываясь просто. Ты в песнях как-то это все, ну, как бы ты все понимаешь, да? Но когда ты в слове выражен, когда ты видишь буквы перед собой и ты понимаешь, как это сложно было, как стихотворно, это прям чарует, захватывает. Потому что я сам пишу стихи и, как бы, конечно, я учусь, учусь, еще раз учусь. За кого будете голосовать на выборах президента? Ну, эту песню мы только что ответили. Путин форево, Путин на третий срок. Нет, на самом деле мы Владимира Владимировича очень любим, передаем ему привет. Да, Владимир Владимирович, привет вам. На самом деле, наверное, Иванов, да, я так думаю, будет следующим президентом. Я не знаю, кто будет следующим президентом, но я надеюсь, что... Мы надеемся, что Владимир Владимирович поставит какую-нибудь своего товарища. Придумает какую-нибудь умную штуку, чтобы все-таки... А потом наоборот, товарищ Владимир Владимирович, то есть они махнутся. что все-таки развитие в стране не останавливалась потому что ну как мы жили до пришествия и что мы ощущаем сейчас вот на себе на своих близких на моих лично родных которые живут в провинции лёшкины тоже гораздо лучше стало людям не рост по класс физически низкий поклон действительно большое уважение интересный философский вопрос а в каком возрасте вы осознали что мир делится на мужчин и женщин и как вы думаете почему бог разделил людей на мужчин и женщин отличный вопрос я знаю на него ответ я осознал что мир делится на мужчин и женщин на первый раз женился нет я осознал это в боком детстве когда я только-только начинал ходить детский сад и детском саду Я уже начал присматриваться к девчонкам, они мне очень стали нравиться Я даже целовался там в детском садике За что мальчики потом моей маме говорили А Владик сегодня с девочкой целовался И я очень сильно переживал по этому поводу Но видимо я тогда еще был слишком молод И не знал, что на самом деле это прекрасное чувство Любовь Я честно говорю, тоже в детском садике у меня И тоже первый опыт поцелуев в детском садике Только поцелуй такой был Мы с ребятами собрались А у меня была такая Люба Андросова Первая любовь Нет, не на спор Ну какой спор Маленькие были, единственная группа И мы сказали Так, мы сейчас разбегаемся И вот ты целуешь там ту Ты целуешь ту Ты целуешь ту И кто кого догонит Я выбрал, естественно, свою любовь С которой мы потом, кстати, в школе учились И я действительно ее до четвертого класса очень любил Носил ей там какие-то конфеты, какие-то шоколадки Все время с 8 марта поздравлял Какими-то замечательными подарками Вот, и я побежал И Любашка убежала в какую-то другую сторону И я не смог ее догнать Мне досталась Таня, самая низенькая в группе Самая маленькая Ну куда деваться, пришлось целовать Вот такой у меня опыт первый поцелуев Вообще молодцы ребята Не то А у вас есть домашние животные? Если да, то какие? Ответ таракана не принимается Не принимается Хорошо, у меня есть домашнее животное Ну, буквально А у меня есть домашнее животное Просто я отвез ее родителей У меня есть кошка Дашка Замечательное создание Вот, я вообще У меня был первый опыт с котятами Какой-то не очень удачный У меня один котенок Как-то неожиданно Полз с балкона Бежал куда-то, неизвестно Я долго переживал по этому поводу Потом долго не заводился Потом снова котенка завел Снова котенка завел Снова котенка завел И вот Дашка у меня уже вот Второй год Замечательная кошечка Беленькая, пушистенькая Вот, ей тоже привет Ходите ли вы в театр Не по работе? Не по работе Не по работе в театр Вот нас недавно пригласили Ну, стыдно, на самом деле, сказать Нет Стыдно Признаться Очень стыдно Нет Не стыдно Нет, на самом деле, по работе По работе, конечно, мы ходим в театр Но так Удовольствие Если вот просто ради удовольствия Сходить в театр Нет Нет В основном к друзьям Ходим к знакомым Которые приглашают То есть Так, чтобы просто ради удовольствия пойти Нет Просто вот у нас в свободное время Пошли в театр Нет, такого не бывает Тут ради какой-то цели Все время Леш, вот ты пишешь песни Да Когда ты себе обнаружил Это вот А, в детском садике Нет, нет Не в детском садике Это был довольно-таки Осознанный возраст Это, наверное, было Нет в 15 Я написал первую песню Совместно с одним мальчиком Я был в пионерском лагере Но пионерского лагеря тогда уже не было Это был оздоровительный лагерь Ну, как бы это Чтобы все понимали Пионерский лагерь был И один парень ко мне пришел Говорит Говорит, у меня есть такая классная музыка Давай напишем песню вдвоем Я говорю, давай Он говорит, ну вот здесь какие-то слова Вот я такие хочу А какие такие? Он говорит, ну такие Я говорю, а ты придумал? Он говорит, нет, не придумал Я говорю, ну давай я придумал Я в принципе написал всю песню Эта песня была Раскаленный асфальт Которую я самую первую написал Она есть У меня записана даже еще таким маленьким голосом Смешным Вот Раскаленный асфальт И я ее первый написал Первый раз И потом понял, что А чего? Я ее вроде один написал Вроде без помощи Посторонний Вот И начал потом писать И я понял, что хит, оказывается, делается очень просто Подбираются очень забавные рифмы Там Там Палка, полупалка Да И на этом делается вся песня То есть хит сделать довольно-таки просто И я понял это И начал этим пользоваться Ну, на самом деле, хочется, конечно, писать интеллектуальную музыку Вот Стараемся как-то Соответствовать интеллекту Ну, давайте, что-нибудь, еще из интеллектуальной музыки послушаем Давайте Ну, например, диска Десятый трек Вот У нас есть такой хит, уже известный нашим поклонницам Он получился неожиданно На самом деле Одна женщина попросила написать ей на день рождения Не ей на день рождения Одна женщина попросила написать на день рождения подруги Подруги, да Поздравить И подруга попросила меня Ну, как у нас с Владом Сделать что-нибудь красивое Какую-нибудь поздравленческую песню И мы написали Только для тебя На самом деле, мы ее так, между собой Обязываем розы Вот И оказалось, что песня, на самом деле, была сделана Просто там буквально за два дня И первый вариант Я сегодня случайно услышал его в компьютере Первый вариант был, конечно, ужасный Потом Оказалось, что она очень понравилась Даже этот ужасный вариант Мы сели в студию Нормально ее переделали И получилась очень неплохая хитовая песня Которая нравится всем дамам А сегодня в альбоме мы делаем премьеру Ремикса на эту песню Танцевальную Песня называется Только для тебя Другое название Розы в скобчиках Ремикс Мы снова в студии Живого радио У нас много вопросов в чате Много ли разочарований в людях было у вас в жизни? Ой, привет, кстати, всем, кто в чате Что-то мы как-то не поздоровались Кто, кстати, в чате? Кто, кстати, в чате? Дикуля Лика Катя Отлично Привет, дичья Яночка Здравствуйте Здравствуйте, Яночка Здравствуйте, Яночка Много ли разочарований в людях? Ой, да, на самом деле, преследуют Разочарования На самом деле, это очень так плохо по жизни разочаровываться в людях Так неприятно Но, к сожалению, Москва такой город, который Он как Вот сначала ты приезжаешь сюда таким мягким, пушистым Таким всем открытым, да, человеком А потом постепенно обрастаешь так Корочками Корочкой сначала Потом такой более такой уже объемный Такой А потом таким вообще Таким камнем таким Нерушимым То есть И все это происходит Из-за разочарований в людях То есть Из-за того, что Бах, ты укололся И тебе сразу на этом месте возник мозоль Который потом нарастает 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 И так вот весь Так вот весь зарастает Зарастает Поэтому мы такие уроды Так плохо выглядим Вот так Следующий вопрос, ребята У вас весь альбом в таком стиле Думаю, этот вопрос был написан после Путина В принципе, песни и розы на него ответили Что-то есть лирические Нет, альбома нет Есть, конечно, лирические песни Мы стараемся как бы Да несмотря ни на все Лешка, извините, я перебью Несмотря ни на что Несмотря ни на что В любом случае Альбом получается Больше интеллектуальным Чем все-таки попсовым То есть тут никак не выкрутишься Все-таки мозги лезут На первый класс Лезут Говорит, книжки с жвачкой люблю Значит, мозги лезут Нет, на самом деле Конечно, это попса Поп-музыка Но есть, конечно, идеальные песни Над которыми нужно подумать, задуматься То есть есть какие-то такие Под которые потанцевать Но без интеллекта, конечно, куда деваться Какой ваш любимый вид спорта? Бильяр Мой тхэквондо К сожалению, не транслирует соревнования Жалко, что не развивается в России этот спорт Тхэквондо именно То есть тхэквондо развивается А тхэквондо, то есть подразделение На самом деле, очень красивый вид спорта Исключительно красивый Я видел корейские соревнования Это просто потрясающие мастера своего дела И до сих пор это остается с ума Да, я помню, мы как с Алексеем Бывалыча В бассейне, в холодном, с мороженым С утра, с больной головой, в шапочках Сидим и смотрим, как бьются реальные мужики Это был не тхэквондо, это был кикбоксинг Ну мы любили бои без правил На самом деле, бои без правил Не, ну это так А в чем разница между тхэквондо и тхэквондо? Северокорейский стиль и южнокорейский стиль То есть там довольно-таки внушительное подразделение На словах одно и то же А в принципе, довольно-таки разный вид спорта Ну то есть, как каратэ и бокс, типа того Умеете ли вы радовать любви? Да, конечно Ох, наверное, это одна из слабостей Мы ведь так радуемся постоянно А что, любовь именно для вас? Философский вопрос Ну, просто сказать, все это банально Ну это, наверное, такая штука Вот если для меня конкретно Это такая небольшая, знаешь, отдушинка Которая вот сквозь все эти мозоли Которые нам живописно Алексей расписал Можно так прильнуть и туда подышать Свежим воздухом То есть это вот что-то такое Если образом выражаться Для меня, не знаю, это все в стихах отражается На самом деле, очень сложно рассказать про это чувство В двух строчках Просто оно настолько всеобъемлюще То есть у нее столько разных позиций И столько... Так много писателей про это говорили Да, это невозможно Она бывает и жесткая, и бывает мягкая Она бывает настолько разной Что невозможно вот так в одном сказать что-то Вот она Да нет Ненависть это тоже любовь Играете ли вы общаясь с людьми? Не понял Играете ли вы общаясь с людьми? Играете ли вы общаясь с людьми? Не, ну это так видно Образ прям Ну да На самом деле Настолько, блин, противно Это, наверное, тупой только может не заметить Что здесь с ним играет Нет, ну по большому счету, конечно, каждый человек в своей жизни носит маску Да? Но эти маски есть такие неназойливые Хорошие, приятные для себя Это для себя А если играть, ну конечно, человек сразу отталкивает это То есть он становится искусственным Неправильно в этой жизни играть А какие планы на лето? Планы на лето? Наверное, работать Нет, наверное, работать, работать, работать А потом на недельку, может быть, куда-нибудь отдохнем На две Я тебя не пущу на две недельки Дорогие, пожалуйста Мы с тобой поедем на недельку А у меня планы на лето точно Серьезно, поработать у меня планы на лето А что ты хочешь сделать-то? Да расскажу, я тебе вводим из студии А что, вот так давай в эфире, вот как скажи Вот сейчас Нет, потом расскажу Вы ухаживаете за девушками или они за вами? Девушки за нами Нет, ну как расскажу Ну когда как, знаешь Конечно, конечно По-разному бывает, по-разному Ну где-то 50 на 50 Наверное, так, да? Ну, я так прямо скажу Мы особо не напрягаемся Ухаживать за девушками Раскрываем все секреты Потому что так все складывается неплохо Прямо скажем Чем увлекаетесь помимо театра и музыки? Театра и музыки? Ну, увлечений много Ну, опять же Я вот Пишу, читаю Ну, играем на бильярде мы Бильярдом недавно увлеклись На самом деле Таких пор не отпускают Нет, нет, такая увлекательная игра оказалась Я никогда раньше не думал, что я вообще смогу попасть по шару Когда у тебя получается Когда у тебя начинает как-то удаваться все Ты забиваешь шар в лузу Это ощущение, что ты охотник Вот я на самом деле охотиться я не люблю Вот я против охотников Потому что у нас зверюшка осталась и так мало Еще эти охотники Это ужас просто Еще иногда бывает Есть такие рестораны, в которых головы просто висят Это ужасно Чучела вот эти Чучела Это ужас вообще И когда ты играешь в бильярд Тащаешь себя просто охотником Ты должен попасть в цель, выстрелить И ты понимаешь Стреляешь, попадаешь в цель Это такая радость И ты понимаешь, что никто от этого не страдает Все зверюшки на месте То есть Красота Зверюшки все нравятся Ощущение ружья полного Единственное Есть один недостаток в игре бильярд Быстро в баре текила заканчивается Это постоянная проблема С вашей помощью Наболевшая Это шутка Шутка, юмор, да Есть ли у вас слабости, и как вы с ними боретесь? А что с ними бороться? Пускай себе есть, да есть На самом деле эти слабости не занимают так много в нашей жизни Всегда преобладает как бы работа Она всегда преобладает над слабостью Есть, конечно, слабости, как у каждого человека Но есть работа, где слабости не должны мешать То есть у тебя есть какая-то задача, ты должен ее выполнить, несмотря ни на что То есть слабости, они всегда отходят Поэтому мы с ними не боремся Они есть и есть То есть они есть у каждого человека Работа все равно выполняет Нужно просто учитывать их и справляться успевать с ними Влад, у тебя недавно был день рождения Как отметил? Хорошо А что Верша подарил? Лешка подарил мне кий Для бильярда Для бильярда Итальянский, да? Итальянский, да? Итальянский, да В таком этом самом кофре Там, значит, перчаточка волшебная какая-то Потом какой-то мелок на магнитике Там за ремень цепляется Значит, кий из двух частей сворачивается, разворачивается Прекрасный подарок Ну, мы очень культурно отметили Где намечали? Очень культурно Это CDL Мы отмечали в CDL Таким узким кругом Да В общем, сели, выпили, покушали Хороший ученик Поздравили Поздравили Туста очень хорошо Да, все очень так, миленько, чудесенько Потом поехали, поиграли на бильярдике Отчасти Ну, кий, да И опробовали Вот А 30-го уже с друзьями Уже, как бы, отмечали так уже, широко Да То есть мы поехали к недевочкам, кстати, на концерт Вот, передаем им привет, наверное, кто-то знает их Вот, может быть, кто-то из них здесь Ну и понеслась Вот Там, в принципе, самое отмечание было Ну, хорошо, отметили Хорошо Как вы относитесь к своим поклонницам? Ой, мы их очень любим Я, например, девчонок всегда жду По спектаклю Ну, стараюсь всегда пообщаться, если есть время Очень интересно, что у них происходит в жизни Всегда интересно послушать, что в этом мире творится То есть девчонки учатся там где-то Что-то у них какие-то сессии, экзамены Потрясающе Вспоминаешь свое студенчество Так интересно, так увлекательно Ну, я вообще им очень благодарен Они мне напоминают, что у меня спектакль Мне звонят и говорят Ты играешь такого числа Я говорю, подождите У меня что, спектакль, что ли? Они говорят, да, ты играешь Я говорю, спасибо, девчонки, спасибо Они даже режиссерский отдел не всегда Знают Девчонки знают Спасибо вам, девчонки Спасибо Возможно ли искреннее дружба между актерами и поклонниками? Конечно Почему нет? Возможно близкая дружба между людьми Начнем с этого Причем здесь, которые и поклонники, они все люди Поэтому все люди, конечно, возможно Дружба между людьми, конечно А, когда на сайте будет обновление? А давно не было обновления Девчонки Нет, ну сейчас альбом, конечно, выскочит туда Какие-то таблицы, но мы... Ну, это на самом деле целая проблема Сделать на сайте обновление Это же нужно собрать все материалы в одну кучу Кому-то их отдач Кто-то должен сделать какую-то страницу Что-то куда-то слить Точнее не слить, а залить Потом какие-то ссылки куда-то распустить И это целое дело Ну, мы работаем Мы работаем на это Мы работаем на это Мы работаем на это На самом деле, конечно, скоро Сейчас альбом будет Он есть уже, да? И, конечно, он будет висеть на сайте И, конечно, вместе с альбомом появятся какие-то новые фотографии Много какие-то интервью Новые какие-то видеоматериалы Даже видеоматериалы хотим закинуть Даже видеоматериалы? Да, у меня целый компьютер видеоматериал Леша, а ты призву царица Тамары еще будет идти? Если, да, то когда? Очень хочется посмотреть 3 июня я буду играть демона Соскучился, честно говоря, очень по роли Просто спектакль такой он некоммерческий Поэтому сложно ему очень пробиться Сквозь эту череду коммерческих спектаклей Вот, но на самом деле Я считаю, что он очень талантливо сделан Очень интересный там слог Потрясающая пьеса на самом деле И как бы тоже жду, жду вместе с вами Ваши кулинарные пристрастия? Кавалана Еда Любая Это единственное мое кулинарное пристрастие Да, я очень люблю кушать Люблю разную кухню Люблю японскую кухню Люблю кухню русскую Люблю украинскую кухню Люблю китайскую кухню Тайскую кухню Да нет такой кухни, которую я не люблю Так что все здесь в этом смысле И вот я еще благодарен некоторым дамам Они сами знают, кто Я очень люблю грибы Вот И мне их теперь после спектакля дарят банками Прямо Я так Влад, действительно, с таким удовольствием их есть Спасибо большое Грибы такие вкусные Вот огромное просто Спасибо Такие вкусные Вот я просто даже вижу Я собирал летом грибы Сам это все тоже там делал Значит, мариновал У меня получилась фигня Самые дорогие грибы оказались Грибы стоили тысячу долларов Влада То есть для того, чтобы... Тысячу у тебя получилось долларов А, когда я ездил, то заглянуем, там больше получилось Ведро грибов оказалось стоит тысячи долларов Там гораздо больше получилось Ладно, идем дальше, не будем Мы грустны Так, мы возвращаемся в наш чат, который уже кипит Чем и как вы могли бы удивить любимого? Мы каждый раз удивляем наших любимых Мы постоянно пишем стихи Просто на самом деле, что, например, для нормального человека Когда это удивление, то наши любимые получают это каждый день Подарки, телефоны Что-то недавно купил, что-то очень дорогое Какое-то сердечко с бриллиантом Сердечко с бриллиантом, да Стихи постоянные То есть, в принципе, арсенал возможностей наших огромен Вот То есть цветы, это естественно... Самое большое удивление для них, это наше творчество Наше творчество Нет, ну, конечно Да нет, ну, удивлять Как, знаете, как у хорошего фокусника Куча-куча разных фокусов А какого вы мнения о недавно вышедшем фильме «Волкодав»? Оф! Откуда кто знает, что вы смотрели «Волкодав»? Да как, мы смотрели все вместе Все вместе мы его смотрели, но это катастрофа Я прочел все книги, всего «Волкодава» я прочел от корки до корки И то, что сделали вот эти, с позволения сказать, люди Для меня был, конечно, шок и потрясением Мне очень нравилась книга, я ее с удовольствием читал, зачитывался и ждал, когда будет следующее А тут вот так, как-то тухленько, тухленько, вяленько Ну, в общем, плохо Ну, я не знаю, я книжку не читал А, читал, почему «Волкодава» я читал? Я даже помню, когда кастинг на этот фильм начинался, я начал снять книжку А мне ничего, я рад просто за то, что, ну, у меня оптимистический взгляд Я рад просто за то, что в России уже есть такое кино-фэнтези, но шикарно, слава богу, что есть А там как получилось? Ну, это уже... Ничего не попишешь Конечно, не американцы, но... Причем я разговаривал с человеком, который... Ну, у меня очень хороший наш знакомый, слежка, Юра Сысоев Он делал... он... ну, как... является бригадиром актера... Каскадерская группа, он мне рассказывал, как они делали трюки И я знаю, как он работает, я знаю всю его команду И это потрясающие люди, они очень профессиональные в своем... в своем деле И, конечно, оторвать руки этому человеку, который монтировал Потому что все вот эти вот бои на мечах, там, все вот эти вот вещи, как они... Он рассказывал такие вещи потрясающие, как они это делали Что я этого вообще в кино не увидел Был какой-то мельтешня вот так кадров, что-то совершенно непонятное, что-то там это... Я ждал просто феерического чего-то И тут, может быть, из-за этого я еще расстроился Ну, ладно, бог с ним, Сулакадана, давайте-ка на другой вопрос А когда можно ждать концерта для публики? Концерта для публики будет очень скоренько Мы сейчас знаем, когда... Мы просто не знаем число, конечно, мы сразу на сайте об этом скажем Вот, там уже будет... на сайте вы не пропустите точно Мы большой баннер бросим там, чтобы все сразу увидели Вот, просто следите в гостевой книге почаще, бывайте Вот, там мы обязательно прямо сразу скажем Вот он висит, висит, вот уже люди как бы должны нам с дня на день сказать день, число Так что ждите Скоро будет премьера альбома, он непременно будет Ребята, спойте нам что-нибудь Ребята, живем Ребята, живем Ребята, живем Ну вот не хочет лениться акапелла Ну что нужно? Нет, ну мы конечно можем акапелла, просто не очень позволяет условия Девчонки, извините Мы лучше музыку свою поставим там, обработанную всю в концерте Мы вам споем, когда будет условие, когда будет хороший звук Мы вам споем все вживую просто вот сто процентов Вот, сегодня, к сожалению, этот звук не позволяет Ребята, вы ссоритесь друг с другом? Как часто? А что нам ссориться? А что нам ссориться? А что нам ссориться? Все подельно Нет Нет Так, если Катя интересуется, ваше сердце сейчас свободно? Да, наши сердца всегда свободны, девчонки, всегда для всех Были в вашей жизни любовные треугольники? Любовные треугольники? Да, конечно, а как без этого? У тебя были, я знаю, ты мне сколько раз Да, даже у меня были Сейчас что-то не вспоминается Я просто так сразу и не вспомнил Сразу не вспомнил Ну, на самом деле, да Я знаю и Лехин, любовный треугольник, который у него был И знаю свои Ой, по поводу любовных треугольников Ладно Я хотел анекдот рассказать, дури Ладно, ладно, все-все-все Забыли А, кстати, может анекдот в эфире рассказать? Думаю, будет очень интересно Да-да Я думаю, будет очень забавно Нет, но анекдот... А где у вас машинка, которая пинет? Пинет, пинет, чтобы я нажимал в нужных местах Давайте мы лучше поставим песню Тут много вопросов было по поводу того, как мы отдыхаем Да, по поводу вашей жизни Да, это был блог Есть блог, да Четыре вопроса Влияет ли на вас мнение окружающих отрицательное? Собственно, и положительное Конечно Ну, как бы не кардинально, но мы принимаем к сведению Ну, на самом деле, у нас как побелось однажды Еще с того момента, как мы учились Лешка тоже начинал в нашем вузе, где я отучился Вот, и у нас была очень такая хорошая традиция Мы все друг другу говорили, если... Вот честно, вот честно Смотришь и говоришь, знаешь, у тебя хорошо, тут у тебя что-то подкачало Тут совсем плохо И мы как-то вот за четыре года обучения Привыкли прислушиваться к мнению другого человека И не видеть в этом злого умысла А именно принимать к сведению Потому что, конечно, можно обидеться, сразу сказать Ах, вы не поняли нашего великого творчества Понятно, что везде есть свои недостатки, везде есть свои достоинства Поэтому какой смысл обижаться И если ты понимаешь, о чем идет речь, когда тебе говорят критику или хвалят То ты можешь как похвалу принять снисходительную, так, собственно, и критику Если она не имеет под собой точной опоры Потому что каждый всегда знает, в чем его недостаток И если ему об этом говорят, он понимает, что здесь это правда А если ему сказали, что это недостаток, а его нет То, естественно, какая здесь, как поможем этот разговор У нас просто спеть песню не больно, да? Ну, я уже говорил, что просто аппаратура немножко не позволяет Ну, мы снова в студию, возвращаемся к чату Мечтаете ли вы о ролях на большом экране? На самом деле, каждый день, нет, не мечтаем Вот так же, что мы сейчас сидим Сидим Не, не, ну как, мечтаем, конечно Нет, было бы предложено, на самом деле Как мы занимаемся музыкальной карьерой, да И нужно заниматься какое-то дело, нужно делать одно Конечно, будет возможность И какой-то режиссер нас захочет Естественно, мы сыграем И, конечно, все сделаем Леша, а что там со спектаклем на критик со своим Минотавром? Крит со своим Минотавром Замечательный спектакль В будущем будет Сейчас, как бы, там государственные чиновники Его рассматривают, к постановке, да Что-то там, проблемы с его, как бы Как это называется? Чтобы донести в массы, нужно, чтобы он чиновников каких-то прошел Но он будет, как бы, он висит, проект И спектакль, я думаю, будет очень хороший Потому что пьеса, ну, как всегда, Саша Смоляков На высоте Вас предавали в жизни? Да Он был такой вопрос, да? Ну, кажется, был такой вопрос Был, да, конечно Да, конечно Ничего бы вы не смогли простить? Ну, предательство Ну, с моей стороны, наверное, такого нет Что бы я не смог простить Если повернуться от театра к телевидению Как вы относитесь к нему сегодняшнему? То есть к телевидению? Да Отличный вопрос, на самом деле Очень такую тему дня Наше телевидение, знаете, какое? Вы к нему, слава Богу, не относитесь Я надеюсь, что мы когда-то будем относиться Просто включите канал Дважды два Новый сейчас вышел Включите его где-то часов в одиннадцать Посмотрите эти мультики Это жесть просто Детям Делается на детей Там написана такая поправка Плюс четырнадцать То есть стаж от четырнадцати Да? Это просто Такое смотреть невозможно Я взрослый человек Я просто переключил Посмотрел Буквально пять минут Это ужас какой-то Ну, не знаю Может быть, наверное Как бы такое поколение MTV-шное растет Ну, не знаю На самом деле, я считаю, что Как-то цензурить надо наше телевидение Потому что Нет, тут, наверное, все гораздо проще Люди, которые занимаются производством непосредственно Кинопродукции И мультфильмов И прочих всех вещей То, что связано с телевидением У них есть одна конкретная задача Как-то выделиться Ну, карьерный рост обычно То есть нужно как-то выделиться Чем-то удивить Естественно, человека замечают И естественно, человек после этого Идет в гору по карьере Как можно выделиться? Уже всем удивились Вот просто уже нет ничего такого запретного Что еще не показали Поэтому люди начинают выдумывать Такие страшные вещи Что просто катастрофа Они, конечно, они каким-то образом выделяются Занимают определенную свою нишу в телевидении Но ценой такой Ну да, лучше было бы, конечно, цензура определенная Цензура обязательно нужна Обязательно нужна Без цензуры абсолютно Мы так прикатимся к америкосам Ну да, да Это же Россия Все-таки у нас Родина Пушкина От Толстого В конце концов Как-то можно и поумнее что-то придумать Не устаете с вниманием поклонниц Если среди них навязчивая? Да как тут можно устать-то? Девчонки, любите нас Мы будем любить вас Да, да, абсолютно верно А какой роли мечтаете? Тоже как-то Вот так и какой роли мечтаете Да мне это как-то Параллельно Ну я не знаю Нет, ну ролей, конечно, много Ролей великое множество На самом деле Ну как можно выбрать из всего вот этого Что есть Одну роли, о которой мечтать? Я не знаю Ну мне предложите что-нибудь Я посмотрю Если мне это понравится Я буду о ней мечтать Во время репетиционного процесса Ну у меня есть там Роли, которые все Ты о чем мечтаешь? Да О чем? Мефистофеля я так до сих пор Не сыграл в театре А я очень хочу его сыграть А, ну понятно Тебе все на демонов тянет Ну, что мне-то Ты посмотри на себя Да, и на меня И о ком мне мечтать? Роль Иисуса, да? Роль Иуды Ну Иуду, кстати, мы сыграли Мы с Владом спели Ну, такая короткая постановка Иисуса Влад спел Иисус Я спел Иуду Очень неплохо получилось Да, да, да А что за постановка? Володя Бегман ставил Минут на сорок Что ли? Небольшая сокращенная версия Вот, на Рождество мы играли Очень неплохо получилось Просто жаль, что она Больше нигде после этого Не применялась Но осталась видеозапись Вот это же, по большому счету Не такой уж и формат Уже по нынешнему времени Ну да, Иисус Это все-таки театральный Такой очень Идет по накатану Как Вы относитесь К творчеству коллег? Леша из Ромео и Джульетты А Влад Валерия Ланской И Михаила Полосухина Как мы относимся То есть я должен ответить Как я отношусь к творчеству коллег Из Ромео и Джульетты Из Ромео и Джульетты Я считаю всех Всю труппу Этого мюзикла Огромными профессионалами Ну, естественно Всех любить я Кому-то я очень тепло отношусь Кому-то я просто уважаю Как профессионалов Как огромных профессионалов Своё дело Всем привет Передаю, кто нас сейчас слышит С кем увидимся скоро Вот Соскучимся по всем Это я откровенно говорю Всех, кого увижу Всех будет приятно видеть По поводу Полосухина Илландской Я очень люблю этих Двух детей Очень люблю Вообще, Лерка Это какое-то чудо На нас свалилось просто Не знаю, кстати За что нам такое счастье привалило И как вообще так произошло Я не знаю Она приходила Помню, когда она ещё заканчивала Она спрашивала Влад, мне там предлагают туда-то Мне предлагают туда-то Мне туда-то, туда-то У меня есть несколько вариантов Театров разных Гораздо крестижнее Чем наш театр Вот И я ей сказал, что Лерочка Пожалуйста Ты ни в коем случае Не зацикливайся на Луне В любом случае Ты иди туда Где тебе будет удобнее Где ты будешь расти Как актриса Будешь расти И получать Какие-то Ну, какой-то Карьерный, что ли, рост И там какие-то Большие дивиденды От профессии Нежели у нас Здесь в театре На что она сказала Да, хорошо Я, наверное, так и поступлю И Она не ушла после этого Из Луны За что ей огромное спасибо Она играет К сожалению У меня не получается с ней Почему-то играть Ну, хотя я знаю почему Но не буду это озвучивать В эфире Вот Поэтому Лерочку Я очень люблю У нас тут был один раз Просто какое-то счастье Просто праздник какой-то Когда Так уж совпало Что мы с ней играли Вдвоем А я тоже присоединяюсь Я целый год с ней играл И я вспомнил Оказывается Что вот Музыка Прополосухи Скажи Прополосухи Ты увлек себя Прошу прощения Лерочка Привет Тебе Значит, про Полосухина Полосухин Это, конечно, кадр Это такое Во-первых, он огромный профессионал Он очень хороший актер Очень хороший актер Я к нему очень хорошо отношусь Почему он до сих пор ненародный Удачный друг Мишек, почему ты до сих пор ненародный? Непонятно Мне тоже это совершенно непонятно Хотя, с другой стороны, вполне понятно Вот Не там он ищет народу Народ свой Ну, неважно В общем, в любом случае Полосухин Это удивительная смесь Какого-то Не хочу сказать Где эта кнопочка Чтобы нажать На вот раз пиздяйство Вот И Таланта То есть Человек, который По большому счету Так Ну, как бы Так свободно очень Себя чувствует И в театре И на сцене И за кулисами И при этом Не зазнается И не забывает Своих прямых обязанностей Которые он должен на сцене Выполнять перед зрителями То есть Огромное удовольствие С ним работать Да, Мишка, браво Ты отличный актер В любви и на войне Все средства хороши? На войне мы не были Про любовь мы уже отвечали А в любви Она сама хороша Любовь сама хороша Да нет, ну на самом деле Как бы Мы уже ответили на это вопрос А можете назвать Самый необыкновенный подарок В своей жизни? Что-то такое Просто Ммм Такое необыкновенное Сейчас будет Двадцатиминутная пауза Нет, ну У меня, наверное, подарок был Ну, вот, например Я не знаю По поводу дня рождения Да у меня всегда подарок Необыкновенный подарок Что собираются все друзья По которому я Очень скучаю И на мой день рождения Они все как-то Чудеснейшим образом Собираются Вот это для меня Огромный и необыкновенный подарок Я считаю, что Лучше в своей жизни Хотеть-то и не надо Чего? Ну, как бы Друзья собираются Я абсолютно поддерживаю Да вообще, просто Когда собираются Старые друзья Это огромный всегда Подарок И это, наверное, самый лучший подарок Никакими финансовыми Никакими-то вещами Ну да, а что? Самый обалденный подарок Ну че, ну Друзья, родители Что еще? Да, что еще? Ну что, сказать о том, что Самый обалденный подарок Мне сделала моя мама Она подарила мне жизнь Да? Мне кажется Это уже огромный подарок Не, ну Как подарки Подарки невозможно оценивать Можно подарить Просто взгляд И это будет самым лучшим подарком Можно Подарить, я не знаю Бентли И да И завтра Из-за этого Получись Там Ну ладно Не будем проблем Увлеклись Идем дальше А вы свободное время Тоже вместе проводите? Да Не намерены ли в будущем Заняться Продюсированием Молодых талантов? Подожди Дайте самим А мы-то сами Какие? Мы что ж Такие молодые Да нет Но конечно Мы помогаем Каким-то друзьям нашим Вот например Настя Савицкая Она же с нами спела И вот Молодая девушка Которая нам помогает На самом деле С людьми Которые Слушай Мы неужели Нет Которые старше Младше Ну года на два Уже интересно работать Потому что поколение Так быстро сортируется Так быстро меняется И например Они как-то иначе мыслят Да Они как-то иначе мыслят Как-то по-другому И ты от них тоже берешь Очень много набираешься Чего-то нового Чего-то неожиданного Вот так вот Будем помогать Конечно Обещаем Что вот продолжает Удивлять в жизни И к чему вы не можете привыкнуть? Лицкая тупость Иногда до сих пор удивляет Вот что с этим делать Иногда вот непробиваемая стена Вот каждый раз Наверное Такая же Человеческая глупость Вот не перестаю удивляться Она в каких-то разных формах Таких выступает Все разнее и разнее Такая Не уловишь Где? Не уловишь Где? Как она в следующий раз Себя проедет? Уйдем дальше Влад, в конце месяца Ты опять с Лерой играешь? Фигушки Ты не играешь с Лерой? Я Лерой-то играю Там пишут с Лерой А, с Лерой С Лерой извините Знаете, у нас такая история Не для ушей Нельзя, нельзя в самом начале и вот попадается все отлично мы смотрим и просто мы счастливы мы удивлены и вдруг меняется все последний день лера вычеркивается вычеркивается солнце вместо не ставят шапотом и все такое и получается что я спрашиваю почему зачем зачем вот вы делаете это меняете на это нет ответа это видимо проведение чьи-то ну пусть будем считать это проведение влада это слишком наболевший театр есть театр просто ладно поле на самом деле рассказывать нельзя было как ладно болел раз наболел давайте поставим лучше какое-то самое любимое место место в москве место в москве у нас их много много мест на самом деле нас есть под разные настроения места под раз настроение свое место ну как бы много-много москва красивый очень город и случайно не случайно да и был назвать москву сити мы москву очень полюбили я с некоторых пор просто любил город и есть конечно есть конечно конечно есть конечно здесь места которые мы очень любим очень приятны так вопросы влад ты скучаешь по спектаклю ричард третий ну если быть абсолютно честно нет идем дальше почему не знаю как то уже давно мы его не играли и в последнее время когда его играли это был один раз в месяц и так уже это все начало потихонечку разваливаться потому что там что-то сократили что-то поменяли кого-то вырезали кого-то вставили на общем это как-то уже была не та идея которую нес режиссер вот поэтому я по нему перестал скучать даже еще в процессе не задумывались о создании семьи и детях или пока карьера на первом месте карьера на первом месте карьера на первом месте но дети у меня уже есть семья у меня уже была так что мне теперь можно не морочиться на зарплату в театре можно прожить конечно можно конечно можно вы знаете как я поступаю у меня деньги перечисляются на специально для это для этого придуманную банковскую карту потом когда они поступают ко мне деньги я их автоматически все кладу на телефон прям никуда не заходя вот просто с мобильного я их сразу загоняю на счет и мне на месяц хватает серьезно хватает иногда приходится докладывать ну когда куда-то в робинку езжай вот так видим ты много разговариваешь с кем вы мечтаете спидуэтом сидящего рядом не называть дуэтом ну ну с лепсом а почему нет отлично вообще идея фикс такая супер вообще с лепсом это вообще шикарно сквозже ну собственно мы сейчас слушали песни с альбом а расскажите вообще поподробнее про подготовку альбом 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 долго готовился на самом деле самая первая из альбом песни была которая здесь я вижу было написано розы вот только для тебя мы не думали что альбом вообще в принципе возможно да мы мы делали песни не делали то есть мы не думали о создании подготовки к альбому вот а потом когда мы посмотрели накопленный материал оказалось что его хватает на альбом и на самом деле было всего в альбоме 15 песен 5 песен мы выбросили просто ну не в корзину конечно мы выбросим их на сайт положим вот мы положим их на сайт чтобы все могли их слушать но они во первых не сошлись по стилистике к любому не подошли а во вторых по правам не сошлись и в последний момент пришлось дописывать несколько песен новых вот которые как-то заново как-то ну давай прямо так сказал пришлось дописывать и мучились нет на самом деле очень сложно ну сложно понятно сложно все сложно лично мне прям и прям пришлось дописывать а чё пришлось ну ладно не на самом деле песню от москва сити и путин фуре они были написаны в последний момент на мой взгляд причем задуманы они были гораздо раньше они я думаю прям решили так альбом весь к общему знаменателю такому привели и это в принципе радостно ну каждая песня своя история очень длинна можно рассказывать про каждую песню а когда можно ожидать официального выхода альбома и поступления в продажу скоро скоро сначала премьерка альбома а потом уже общение со студиями звукозаписи альбом записывали собственными силами или все таки был продюсер собственными силами никаких продюсеров мы сами продюсеры а есть ли любимая песня на первом альбоме а наверно у кого какая у тебя такая ой я могу сказать которые я люблю но их много просто да на самом деле в каждой песне в каждой песне вложена частичка нашей души несколько которые мне нравятся чуть меньше это как у мамы как у мамы спросить да какого ребенка какого ребенка больше любишь ну как всех мы любим все песни все дети наши то что то что нам не нравилось то что то за что нам стыдно мы сразу отбрасывали то есть мы не делали мне каждая песня здесь как бы устраивает нравится и каждая любима по своему а кто из музыкантов является для вас эталоном и на кого бы хотелось сравняться много хороших музыкантов на самом деле от классических музыкантов шикарных до рок и r&b музыкантов просто от каждого берется много да равняться то ни на кого не нужно зачем равняться сделать свое что то вот другой вопрос что можно смотреть как работают люди брать от него что то чему то учиться ну как то расти да музыкантов хороших очень много слава богу а подвожу собственно к следующему вопросу в репертуаре есть выложена на сайте песня репертуара Бруна Пелетия даже не говорили что до него похож ахаха нет Бруна Пелетия на самом деле на самом деле вам надо зайти на сайт и почитать что там написано это очень смешно на сайте там нас разнесли за эту песню просто да там девчонки ну нет на самом деле Бруна Пелетия я большой поклонник Пелетия у меня есть все его альбомы я люблю слушать его песни вот и очень уважаю его творчество я ни в коем случае не хотел покуситься кстати по поводу этого разговора я ни в коем случае не хотел покуситься на честь и достоинство Бруна Пелетия просто мне очень нравится как он поет и захотелось попробовать его репертуар опять же песня клоун я не знаю она еще не выброшена на сайт я ее перевел просто на русский я ее перевел просто на русский язык мне захотелось послушать как она звучит на русском языке и опять же людям рассказать историю на русском языке причем я перевел очень близко к тексту очень близко к французскому подсрочникам вопрос был каким шампунем пользуешься шампунем не будем рекламы давать посещаете ли вы салоны красоты нет а че нам мы так что так плохо выглядим я не понимаю не мы ходим иногда там прижим кончики приводим себя в порядок периодически бываем конечно для вас работа важнее всего да да абсолютно для меня тоже если вот сейчас она жизни из жизни убрать работу а что делать как жить дальше чем заниматься я тоже фанатик все равно вопрос возникает а чем заниматься опять же о работе сразу да голик и фанатик нет можно отдыхать но работу конечно выкинь собственно говоря выброси отдых из жизни хана тебе выбросишь работу хана тебе то есть по любому здесь нужно искать компромиссы как вышло так что лёша снимался в эпизоде не родись красивым нет вышло так как просто вышло меня пригласили на кастинг в медиа увидели на самом деле пришли внутри этой истории пришли к захару ромжину да он же там постоянно снимается вот пришли увидели меня познакомились пообщались пригласили на кастинг не родись красивый сходил на кастинг потом снялся в эпизоде ну вот так вот кстати интересно в какой серии я снялся очень интересно знать в каком номере потому что очень хочется эту серию целиком посмотреть если кто знает скажите пожалуйста а вы когда нибудь носите галстуки? да бывает да бывают официальные какие-то вечера на которых это катастрофа на самом деле Владу очень не нравится потом неделю ходишь как это робот пертер а я ничего не говорю я нормально люблю галстук а вы умеете рисовать? да нет я рисую у меня есть свои рисунки довольно таки много сейчас просто гораздо реже но есть очень много сошкольных скамей еще оставшихся причем какие-то художники говорят что очень неплохие но когда-нибудь они дойдут до народа да я вот не умею рисовать у меня например нет рисунков очень много у меня нет рисунков у меня и в последнее время нет рисунков ну раньше тоже не было рисунков я думаю они тоже не дойдут до народа сейчас вот я вижу наше уважаемое ведущие вставляет еще один диск вот мы разговаривали о мюзиклах да но как бы мюзиклы есть мюзиклы от этого никуда не денешься поскольку мы с этого начали карьеру а в Яралаше не хотите сняться? в Яралаше да почему нет? да предлагайте предлагайте это самое спасибо большое кто написал а яночка яночка спасибо большое что ты мне подсказал что я с Лерой играю я обязательно проверю вот заметь если я не буду играть с Лерой значит это происки злых империалистов это точно но если это так я просто буду счастлив а встреча с поклонниками планируется? это как широкомасштабное какое-то мероприятие что ли? да нет ну на презентации встретимся конечно встретимся нет мы не планируем мы же не хотим официально общаться мы встречаемся садимся за стол общаемся отдыхаем и разговариваем что чаще всего вам дарят поклонники? цветы грибы цветы грибы цветы грибы нарды мячики намекают видимо на то что пора вам ребята загняться с порт ну не знаю что там так так грибы и и закрепляю как не а так Продолжение следует...